Всем привет, мои дорогие! Отличного настроения! Только что закончила влажную уборку во всей квартире. Сейчас буду продолжать на ужине уборку, а готовку. У меня здесь рыбка. Сейчас вам покажу, какая красивая. Смотрите, свет не включила, темно. Сколько у меня здесь рыбки. Я вообще рыбу обожаю. Я же не ем мясо, но ем рыбу. И рыба это прямо мое все. Я думаю, сделать, наверное, фарш рыбный побольше. Также, наверное, пару тушек, может быть, на стейке порежу. Но сейчас посмотрю по ходу, может, даже поменьше. Потому что жареную рыбу я не очень люблю. Запеченные стейки тоже как бы не очень. Даже, может быть, одной рыбки на стейке мне будет достаточно. А вот остальное, возможно, все в фарш. Но сейчас подумаю, в общем, буду разделывать. Смотрите, я разделала рыбку. Вот сколько у меня здесь получилось. И сейчас часть, большую часть, практически все заморожу. Вот это превращу в фарш. Здесь у меня рыбное филе. Здесь просто стейки рыбы. Вот так. Что наготовить? Наготовилась. Рыба разделалась. Сейчас вот теперь решила заняться гипсом. Здесь вот видите, у меня вот эта вот часть. Это все уже обработаны гипсом. Гидрофабизатором я прошлась. Теперь нужно все это покрывать края, с крылаком. В общем-то, работать здесь много на самом деле. Вот то, что вот здесь, в этом уголочке, это все еще сырое. Не пропитано. То есть пусть это все сохнет. И на заливке у меня сейчас еще одни ручки. И шкатулка. У меня не получилась шкатулка, только крышка получилась. Шкатулка вообще ломается очень сильно. То есть, ну, стеночки достаются тяжело, невыносимо. Она сама по себе такая хрупкая. Два руки у меня еще гипсия, гипс заливаю сейчас. После еды сразу на гипс перешла. Вот шкатулка сложно достается, сложно с ней работать. Поэтому много брака, но получается она классная, большой, вместимая и красивая. Даже еще не решила, в каких цветах и как я буду вообще оформлять эту шкатулку. Как буду ее красить, что буду с ней делать. Ну, как раз таки будет время на полет фантазии. Вот у меня новая формочка. Девочка. Вот такая милая девчуля. Достается нереально сложно. Заливается, сложно проливается. Вот такая лапочка. Буду ее красить, эту девочку. Ну, то есть в разные цвета, наверное, может быть, один как-то подумал. Ну, не знаю. Сначала, наверное, все-таки, знаете, сделала одну позицию. То есть выберу, да, там, цветочки у нее сделаю, может быть, красными или розовыми. Ну, подумаю, чтобы идентично. Вот сначала под одну позицию карточки, а затем уже буду по ходу со временем заливать. И делать девочку в других вариантах, в других цветах. Но все это сложно. Вот слоник тоже получился сегодня. Слоник тоже трудно достается. Вообще, моя самая любимая форма – это руки. Ну, понятное дело, что вот пасхальная форма хорошая. Мне очень нравится, опять-таки, подставка сама непростая. Хотя на первый взгляд кажется, что она простая. Вообще, мне надо как-нибудь взять, снять видео с формочками. Мне показать, какие лучше, какие лучше использовать, какие лучше достаются, изделия из каких форм. Ну, в общем, нужно этим заняться. Но, опять-таки, сегодня не получится точно. Нужно разделаться со всем вот этим гипсом. Я вам хотела показать вот эту вот шкатулочку, которая у меня в красном цвете будет. Ну, шкатулочка, она сама будет черно-красная или красно-черная. Ну, очень классная. Уже выставила на озон. Но пока это вот одна шкатулочка, один наборчик. Ну, в дальнейшем, конечно, буду делать и дальше. Все, мои дорогие, на сегодня все. Я желаю вам всем отличного настроения. Скоро с вами увидимся. Всем пока-пока.